дорогие друзья всем привет сегодня 26 марта рада приветствовать вас на канале дачный рай нахожусь в огороде вот у нас очень резко наступила плюсовая температура снега за зиму выпало очень много естественно начал активно таять и я бегом побежала к своим прикопанным примула примула полиантовая у меня зимовала вот на этой грядке я ее уже убрала зимовала прикопанная и сверху я ее закидывала хвоей лапником очень большой выпад очень большой в общем пожалела 10 раз что не сделала именно сухое укрытие все-таки у нас на урале за счет того что очень много снега и когда он начинает очень активно таять вот эта грядка с нее даже снег еще не сошел я вчера просто лопата его убирала убирала чтобы быстрее достать но тем не менее случилось вымокание вот и очень большое количество в общем я выкинула сейчас я их убрала все под навес поставила под солнышко солнышко пока еще не сильно пригревает чтобы немножко просушилась корневая шейка вот именно вот в такой ситуации примула страдают от загнивания корневой шейки когда идет вот такой вот обильное таяние снега когда очень много воды то есть у нас еще не особо жарко но воды достаточно на этой грядке у меня зимовали аурикулы здесь как раз у них было сухое укрытие но она относительно сухой потому что сверху пленка я не накрывала здесь укрывной материал и ящики я уже сюда заглянула сейчас покажу вам аурикула в принципе она как-то более такая устойчивая к разного рода условия вот смотрите какая красота какая красота конечно здесь получается грунт влажный но здесь вот есть вот эта прослойка воздушная вот самое главное чтобы вот это вот корневая шейка конечно она не загнила в полиантовых так как у меня здесь была накидана хвоя конечно это был контакт с другой вот получается культурой и все это просто вымокла вся верхушка очень и очень жаль но это у меня уже по примулом по полиантовым вторая зимовка не очень удачная предыдущую зиму я их получается прикапывала в теплице но там еще пересыпала перегноем или перекрывала получается корневую шейку за счет этого она загнила в этот раз вот такая вот ситуация то есть девочки у кого допустим да вот такие уже условия срочно сейчас все откапывайте снимаете чтобы не потерять свои растишки но и вот в нашем регионе где очень много снега да не только в нашем скорее всего сибири это тоже касается лучше конечно делать сухое укрытие для примул то есть это можно что-то допустим типа ящика сверху утеплитель и полиэтилен но только не надо ждать когда весь снег сойдет надо быстрее продухом делать вот они не столько морозов боятся сколько вот именно вот это вот выпривание и вымокание и сами корешки даже если они будут в грунте во влажном и им ничего не будет а вот именно вот это вот корневая шейка это переход от корня самому ростку то есть вот это именно страдает корневая шейка она должна иметь кислород то есть и ни с чем не соприкасаться вот сейчас я буду естественно все это доставать вот такая вот красота грунт здесь естественно влажной листики вот эти вот даже вот то что вот здесь вот как бы я их сейчас все почищу и поставлю также на под под навес по на солнечную сторону на ночь я все это укрою так же как и полиантовую вот но сейчас так как солнце у нас еще не печет активно то есть пусть они на солнышке постоят и максимально хотя бы верхняя часть грунта просохнет я думаю что даже вот не помешает в принципе в следующем году именно сделать дополнительно вот на эту агро волокно накинуть именно пленку вот здесь вот я вижу земля на мокрое потому что конечно через него весь снег этот все проходило но в любом случае аурикулы живы я их уже все проверила сейчас буду все доставать естественно я не дожидалась хочу сразу сказать когда весь снег сойдет я его вчера вот со всех грядок просто насильно убрала иначе было бы еще больше влаги друзья все перенесла под навес в общем аурикулами я довольно на сто процентов как в принципе в прошлом году они неплохо перезимовали ну так как это конечно такое вечно зеленое растение в любом случае вот эти нижние листья их надо будет просто удалить сама верхушка но тут буквально один-два выпада вот на такое количество большое поэтому красота даже вот такие малыши вот это стаканчики 100 миллилитров и кстати из грунта я их доставала грунт уже даже уже даже грунт оттаял вот настолько у нас прямо резко сегодня 18 градусов это прямо удивительно конечно так а что касается палеантовая ее здесь уже привела в порядок вот то что осталось надеюсь все будет с ней более или менее хорошо все почистила убрала все гнилье и сейчас самое главное чтобы вот корневая шейка все это немножко просушилась вот поставила на опилки здесь у меня гортензия зимовала чтобы немножко опилки снизу вытянули излишек влаги я вот прямо вот эти 100 миллилитровые стаканчики прямо отжимала настолько вот мокрый вот они даже сейчас тяжелые очень очень надеюсь потому что так долго ее выращиваешь это выращивание идет ну грубо говоря с осени с ноября это года полтора ты ее выращиваешь то есть ноября идет посев вот вот это вот получается примула она перезимовала вот какой у нее возраст ну что учимся как говорится на своих ошибках очень мало данных у всех конечно разные регионы разные условия выращивания поэтому а красоту такую хочется сейчас покажу вот сколько стаканчиков то есть при том что видно вот она корневая верхушка просто отваливается и все потому что сгнила корневая шейка в основном это вот такие малыши и немного вот таких горшочков но они естественно тоже есть не перезимовала японская к сожалению полностью я ее потеряла кстати вот еще покажу вот это вот тоже тут мне надо будет почистить это здесь у меня галера из котика тоже они очень не любят вымокание вот а посмотрите какая левизия вот единственная одна штучка но она изначально какая-то была не такая а так в принципе вот даже в 100 миллилитровых стаканчиках вот такая красотка левизия перезимовала друзья делитесь опытом мне конечно больше интересен наш регион уральский как и кто свои питунь и примулы извиняюсь как свои примулы полиантовые кто как выращивает то это ладно кто как сохраняет на зиму вот это вот больше интересно конечно делитесь опытом а также девочки которые у меня осенью покупали вот таких вот малышей тоже поделитесь как они у вас перезимовали если вы их еще не достали если они у вас где-то под снегом находится и у вас вот сейчас так как у нас очень сильно оттепель срочно доставайте и переносите немножко на какую-то просушку сейчас вот эти вот примулы они еще терпят солнце так как она не сильно припекает поэтому самое лучшее вот место солнечное найти и немножко их подсушить друзья на этом все если видео было интересным полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал задавайте вопросы но и давайте вот подискутируем по поводу зимов очки примул потому что такая еще культура которая не всем дается которая возможно еще не всем интересно так как 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 интересны гортензии вот поэтому давайте пообщаемся на эту тему всем хорошего выходного дня всем пока пока друзья и но и конечно же буквально неделька чтобы они сейчас пришли в себя смогу уже отправлять если кому-то интересно но аурикулы точно по полиантовым будущее сейчас смотреть то есть я дам им недельку чтобы они пошли в рост то есть кому интересны сорта пишите все отвечу внизу укажу в описании в отца пайбер пишите лучше писать чем звонить потому что не всегда нахожусь около телефона вот и так как у нас очень все обильно тает буквально еще несколько дней у меня откроются те грядки на которых зимуют декоративные кустарники хвойники вот поэтому тоже следите за каналом все размещу все покажу что в состоянии смогу тоже предложить и отправить пока декоративный в спящем состоянии хвойники естественно они у нас особо в спячку не уходят вот поэтому смогу также предложить на этом все всем пока